Отдых на отечественных курортах С 1 июля туристический сезон стартует в Краснодарском крае и Крыму. Отдохнуть в Сочи можно с 22 июня. А прямиком из Ульяновска в курортный город начнут пускать рейсы с 29 июня. Однако при активном бронировании туров скачок цен возможен, поясняют нам в одном из ульяновских турагентств. Но это только предположения. Пока ценник на отдых в Крыму и Сочи даже ниже по сравнению с прошлым бархатным сезоном на 10%. Курорты тоже отели не резиновые. Никто не предполагал о таком потоке и наплыве желающих. И в общем-то наши курорты всегда пользовались популярностью. Кто-то предпочитает Крым, кто-то предпочитает Сочи, кто-то предпочитает Анапу, как для детского отдыха семейного, потому что там песчаные пляжи. Также по направлениям активно сейчас рассматривают туристы Байкал, Алтай. Поправить здоровье в санатории любой желающий может даже сейчас, при условии, что у лечебницы есть медицинская лицензия, а у туриста справка об эпидокружении и отрицательный результат тест на COVID-19. По зарубежным направлениям, конечно же, прогнозы, опять-таки мы можем только предполагать, все зависит от правительства Российской Федерации, по открытию границ, но предположительно рейсы планируют поставить уже с 15 июля. Это будут регулярные рейсы и далее уже начнут открывать чартерные программы. Санаторно-курортные комплексы Ульяновской области, как и по всей стране, принимают гостей со второго дня лета. Под запретом пока остаются массовые экскурсии по заповедным зонам региона. Но одиночные прогулки, например, в Национальном парке Сенгелеевские горы или геопарке Ундория никто не отменял. Достаточно через интернет получить именной пропуск. Буквально через неделю откроется навигация по Волге, и крупные туристические компании, круизные, которые осуществляют круизы по Волге, уже собирают круизные туры, уже предлагают, уже продают эти туры. И ульяновцы в том числе могут воспользоваться этими предложениями и познать территорию нашего родного края через круизное путешествие по Волге. Прорабатывается вопрос об организации экскурсий до 10 человек по достопримечательностям Ульяновской области. Правда, о сроках говорить рано. О некоторых туристических событиях выйдут в онлайн. Так, за ежегодным фестивалем «Волжский путь» можно будет наблюдать с экранов телевизора или гаджетов. Ли Наталья Улова, Александр Кудришов, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.